юзер бомбом это пятно на заднем плане горит ярче чем розы опа вам не кажется это что касается цельности речь об этом натюрморте который описал вообще в прямом эфире он есть ну как подписалась работа на моем канале youtube в плейлисте живопись с натуры по моему посмотрите его если интересно но так вот розы вам значит должны быть ярче чем задний план так я пишу то что вижу вас не смущает сейчас то что яркое окно там ярче чем моя физиономии хотя вы смотрите в глаза большей частью хотя не знаю может быть на окно все время туда но уговорил я здесь мне кажется это важнее в этой композиции говорящие лицо чем окно с елочкой что же вы думаете юзер бомбом то что вам важно показать зрителю должно быть ярче все время на просто специально ярче но в моей истории ценностей написать кадр вот этот вот который сейчас перед вами так как ты видишь плюс фантазия плюс отношения тональные правила правильный плюс композиционное решение кадра важнее чем что-то сделать специально ну конечно губы можно на помадить я не знаю ярко-красным а можно синим но если ты любишь человека ты все равно смотришь не на губы пищевые она глаза даже не на глаза в глаза внутрь как бы в душу человека что касается цельности цельности это не мешает синие губы настройка видение целостного кстати происходит но не сразу происходит до на моих уроках вчера произошел вебинар на котором я презентовал курс морской пейзаж почему бы вам не посмотреть его с точки зрения изучения на его примере показано что такой рисунок что такое перспектива что такое тональное отношение мы будем гризалю на этом курсе писать до один урок посвящен гризалю это черно-белая значит черная белая краска как бы мы намеренно специально игнорируем цвета и учимся видеть только тоном потом мы делаем подготовительную работу мы ощущаем на ощупь берем уже в тон мы изучили цвет потом мы работаем над основной картиной но у меня 50 на 70 вы можете сделать поменьше а потом делаем творческую работу даже несколько но общем курс крутой сейчас на сайте выложен вебинар с первым бесплатным уроком там где мы рисуем изучаем компоновку различные виды фарену на разных форматах изучаем перспективу этот курс прошел полгода назад но в мае он запускался и уже многие его прошли изучили и шагнули вперед давайте не отставать от них посмотрите на сайте выложенной работы лучших участников я сейчас несколько покажу ну и честные отзывы почитайте их прежде чем принять решение скидка сейчас но прям сильная пол цены и на курсе на другие уроки заходите на сайт вчерашний вебинар выложен на моем сайте он будет доступен для просмотра сегодня завтра и послезавтра до 9 числа включительно александр водолазов по кличке юзер я даже специально зашел чтобы посмотреть как зовут авторы этого комментария ваши рассказы вы так потеряете всех подписчиков ни о чем кстати хорошее название ни о чем я когда фильмы делал у меня была целая серия названа так вот но он некоторых лекций там беседы ни о чем назывался ни о чем они о чем чем с большой буквы будьте здоровы да и вы не болейте александр водолазов но если я вас потеряю я не наверное не сильно пострадаю хотя все меняется а те кто вы знаете ко мне на ольхон приезжал на класс один человек он мед делает владимир и он сказал слава ты не беспокойся о подписчиков сколько они есть они твои они очень ценные я еще вспоминаю михаил жванецкий царствие ему он был маленького роста ну такой видимо не очень уверенный в себе с девочками и бабушка или бабушка им он рассказывал бабушка мне очень помогла она сказал миша ты такой красивый твоя девочка девушка от тебя не уйдет так что дорогие мои друзья я вас очень ценю ну наше общение наши контакты и я прикладываю все усилия чтобы их не разрушить а ваш уровень мастерства роз и роз как на дрожжах сегодня нужно пироги печь почему я так сказал сегодня вчера не надо было да давайте пироги просто просто печь пироги сегодня юзер мт расскажите о пограничном контрасте как вы его используете в живописи пограничный да ну не знаю пограничный прям когда вырви глаз дать то есть голубой например и красный часто так делают на баннерах по городу едешь и там там синий или голубой фон и красным написаны глаза хребеть что невозможно прочитать ну как его использую да не используя его никак но в принципе если вы знаете эти законы вы можете контрастные цвета может быть не так ярко не так жестко но где-то по контуру прям проводить их специально но намеренно я вот такие пограничные конечно жесткие красный голубой ну хотя вот картина висит она еще не висит ну конечно светлый предмет очень светлый с темным предметом усиливает контрастность естественно и вообще я интуитивно управляю контрастностью но это очень интересная тема на нас в деле как бы процессе приходит решение где усилить где не усилить где ослабить где объединить например падающую собственную эти но так специально вот просто вот на логарифмической линейки высчитывать я не высчитывая просто это какой-то у каждого из нас свое воспитанное чувство гармония в результате на осмотренности тех или иных произведений в общем специально его не использую а такой субъективный анализ когда работа готова или близится к завершению вот гармонично это это к этому пятну или не очень она она основана на просто ощущениях и все ним не более чего никакой высшей математики вот как-то мне но не интересно ее сюда приплетать а те кто интересуется пограничным контрастом либо как-то еще там называется этот контраст краевой вы можете в интернете легко посмотреть и попробовать ну на деле как это работает и до мечел можете немного рассказать про темперу я никогда и не рисовала хочу попробовать она быстро сохнет как акварельные краски ну вода же ну да довольно таки быстро темперуя это мой любимый из водных материал и я часто у меня как шлия под мантию попадет то я в акварели завис на набросках то в темпере а то игу в гуаши а то и в карандаше так меняется слушаю себя но темперой люблю наброски делать и современная темпера очень хороша дает очень интересное решение там довольно таки много клея поэтому нижний слой нет не смешивается с новым слоем и так работать очень комфортно и удобно кстати приема темперные которые я использую они в развитии переходит и в живопись маслом это разные две техники но подсыхание нижнего слоя в темпере дает возможности колоссальные в масле не так получается потому что масло не так быстро сохнет и добиться такого же результата как темпере в масле довольно сложно но тем интереснее поэтому то тянущий грунт я использую мне нравится чтобы побыстрее он но вымораживал всасывал в себя масло из из краски но более быстро сохло и мне приятнее писать интереснее так что и да все дело в практике нужно пробовать у меня на в этом самом на сайте есть несколько уроков написанные темперы вы можете их посмотреть там обнаженка но это не так страшно там приема можно все это изучить и увидеть как как это ну как материал себя ведет девятнадцатом году я проводил мастер-класс в риге в окрестностях риги мы писали киш озеро предлагаю посмотреть вам ролик с фрагментами этого класса и не забудьте отметиться в журнале ну пока а а а